Это очень печальная история. Очень печальная. Я просто хочу сказать. Прямо туда. Обратитесь. Обращение к народу. Вы не виноваты в том, что вы заложники, если нас кто-то смотрит в России. Каждый человек... Надо отдать себе отчет. Я об этом когда-то говорил до войны. Нет позора в том, чтобы оказаться в заложниках у бандитов. В этом нет позор. Позор делать вид, что это добровольно. Позор подгонять под ответ. Позор радоваться. Позор позволять себе быть, так сказать, охваченным стокгольмским синдромом. Позор обманывать себя. Отдать себе отчет. Сказать, да, мы в заложниках. Мы в плену. И делать то, что ты можешь делать. У каждого свой ресурс. У каждого свои обстоятельства. Кто-то может уехать, кто-то нет. Кто-то не хочет уехать. У кого-то есть свое представление. Повторяю, от целеполаганий. Своя зона ответственности. Родные, близкие. Да, это важная вещь. Это очень важная вещь. И не надо мериться. Не надо загонять себя в эту ложную парадигму. Не надо мериться страданиями. Вот очень важная вещь. Да, мы прекрасно понимаем, что наши страдания не сопоставимы со страданиями многих украинцев. Многих украинцев. Но еще раз. Люди не делятся на украинцев. Люди и не украинцев, и русских. Люди делятся в нравственном отношении. На жертвы палачей. На людей умных и не слишком понимающих. И не слишком потоньше, потолще. На хамов и людей интеллигентных. Люди делятся так. И еще раз. Я повторяю это раз за разом. Но это очень важная вещь. В политическом, историческом смысле. Все совершенно однозначно. Украина жертва. Россия агрессор. Да. Слава Украине. Победа Украины. Это победа России. Да. В историческом смысле. Все совершенно однозначно. Квадратно. Как только мы начинаем приближать этого. Крупный план брать. В человеческом смысле. Человек единица отсчета. Никто из нас. Русских, украинцев, зимбабвийцев. Никто из нас не хуже другого. По факту. Другой корочки в руках. Другого рисунка на паспорте. Повторяю. Никто из нас не хуже другого. По паспортному. По паспортной принадлежности. Нравственная, этическая, моральная оценка. Единица измерения. Только человек. Историческая ответственность. Вот она уже. Мы уже платим ее. Мы в эмиграции, в бегстве. Кто-то маргинализирован. Да. У кого-то разрушена жизнь. Разрушены судьбы. Кто-то сидит в тюрьме. Мы в страхе от того, что никто не знает, что будет завтра. Просто. Миллионы людей живут и не знают, что будет завтра. Совершенно верно. А кто-то сидит в тюрьме. И платить будут еще дети и внуки. На внуков хватит. Ну, я-то ладно, отрезанный ломоть, середина седьмого десятка. Но я не знаю, сможет ли моя дочь вернуться на родину. В свой родной город. Любимый. Очень любимый. Я не знаю. Я не знаю, сохранится ли русский язык. Будет ли русский язык у моего внука. Я не знаю этого. Конечно, это несопоставимо со страданиями. Но это очень важная вещь. Человечески. Еще раз. Человечески никто из нас не хуже другого. И каждый платит. Каждый платит. И плата, если кто-то полагает, что россияне платят недостаточно. Оплата уже наступила. Чек уже прислан. Мы в начале выплаты. Как нация мы уже платим. Мы с вами платим своими судьбами. И будут платить еще дети и внуки. Тяжелее всех будут платить те, кто позже поймут. Вот. Тут надо понимать, что процент пени накапливается. Во. Это очень, мне кажется, правильная мысль. Пени накапливаются. Если мы как нация раньше поймем, что надо выплачивать. Надо остановиться. Надо не набирать долг, а надо его отдавать. Если мы раньше поймем ту катастрофу, которая с нами произошла. И начнем из нее выходить. То плата будет меньше. А если мы еще десятилетия будем убивать. А чем больше мы будем убивать, тем больше будет нарастать этот исторический долг. И это даже не о материальной стороне дела, не о репарациях. В какой-то момент уже не будет выхода. Просто уже не будет выхода. Не останется исторического времени. Еще раз. Исторически все совершенно понятно. И тут мы уже платим. А по-человечески, по-человечески никто не хуже никого. И эта мысль сегодня совершенно очевидная. Просто в рамках христианской этики, в рамках Руссо. Кому как удобнее. Да. Права человека. Человека, а не человеку. Не государству, да, системы. Да. Не протрезубица двуглавого орла. Человека. Вот этого человека. Права этого человека. Так вот, вот единицы измерения. Военные времена, побочка, как я говорю, да, побочка. То есть, собственно, самая катастрофа – это гибель людей, несчастье людей. Но побочка заключается в том, что выброшены вон все представления о сложности человека. Да. Стали нормальными, стало нормальным то, что никогда не было в мирное время нормальным в области общения. Ненависть легитимизировалась. Еще раз, эмоционально очень понятно. Но немыслимые в мирное время и абсолютно легитимные военные. Это очень тяжелая побочка. Надо ли о ней говорить? На мой взгляд, надо. Не вместо. Не вместо. Но надо тоже об этом говорить. Это был только фрагмент программы «Текущий момент», которая выходит на нашем канале каждый вторник. И в 11.00 уже лежит. Проходите и смотрите. Раз в неделю специально для вас мы встречаемся с Виктором Шендройчем, чтобы обсудить все самые важные темы. Ну и подпишитесь, чтобы не пропустить. Поставьте колокольчик, чтобы узнать первым. А также не забывайте лайкать. Виктором Шендройчем